Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, прошу уделить несколько минут вашего времени с утра, собственно, на кульминации азиатской торговой сессии, можно сказать, внимание тем отчетам, которые имели место быть в ходе вчерашней торговой сессии, те отчеты, которые задавали динамику торгов. Давайте вместе разберем, каким последствиям они привели, как активы на них реагировали, и коснемся, опять же, обязательно тех отчетов и событий, которые грядут на повестке текущей торговой сессии, что также, разумеется, будет сказываться на поведении финансовых инструментов, которыми мы с вами спекулируем. Вчерашний день, возможно, был одним из самых интересных за всю эту неделю, поскольку вчера мы с вами разбирали еще один блок статистики по Штатам, и вчера у нас была возможность проанализировать, посмотреть протоколы последнего заседания американского регулятора по перспективам денежно-кредитной политики. Когда мы в ходе сегодняшнего брифинга перейдем непосредственно к паре доллара и японской иены, я, конечно же, уделю больше времени тому, что происходит сейчас с долларом, и почему американец оказался под давлением, к сожалению, пока не реализовав и не выполнив наши с вами ожидания, то, чего мы хотим от него увидеть, пока роста американца нет, друзья. Но это не значит то, что появились, опять же, системные факторы, указывающие на то, что американец уже и вовсе не доберется до локальных высоких уровней, которые поддержали под настроение тем трейдерам, которые верят в американца. Почему не значит? Да потому, что у нас еще есть один день в декабре, когда американский регулятор будет не просто заседать, а, скорее всего, с максимальной долей вероятности. Я позволю даже сказать себе чуть ли не с вероятностью в 100%, повысить процентную ставку, и доллар, насколько бы иногда ему не было тяжело отыгрывать соответствующим логичным образом статистику, на решение по процентной ставке, тем более по ужесточению монетарного режима, не отреагировать, ну, на мой взгляд, не сможет. Поэтому у нас до декабрьского заседания остается все меньше и меньше времени. Фактически через неделю мы с вами уже закроем ноябрь месяц и вступим в заключительный декабрь 2017 года. Будем ориентироваться на это событие и будем, опять же, вербально, может быть, собственными эмоциями так оказывать интервентное воздействие на американцев. Ну, лично я буду, потому что все-таки торгуя парой доллар-японская иена, я вижу предпосылки для роста этого финансового актива. Сегодня, друзья, как вы знаете, в США день благодарения. Первый вывод, который нужно будет делать с этим, то, что на рынке будут отсутствовать определенные трейдеры, на рынке будет меньше спекулянтов, меньше игроков. С одной стороны, это является сигналом того, что волатильность будет довольно сдержанной и вряд ли мы увидим динамичный ход финансовых инструментов на площадке. Но, с другой стороны, я хочу отметить то, что низкая ликвидность, она подразумевает чуть большую чуткость трейдеров к разного рода событиям, которые, возможно, в привычной атмосфере не приводят к каким-либо серьезным движениям на финансовых площадках, рынках и по активам, соответственно. Но в период, когда ликвидность составляет желать худшего, любой, даже самый маломайский отчет события может сколыхнуть площадки и привести к мощным движениям. Сегодня по штатам, разумеется, у нас нет никаких важных релизов. Перед днем благодарения мы уже все с вами проанализировали. Из важной статистики, но завтра только у нас еще будет активность в сфере услуг. Обязательно посмотрим на нее, тем более, что это очень важный индикатор состояния экономики, потому что, я всегда вам говорю, для развитых рынков сфера услуга – это генератор больше 80% экономического роста. Но помимо штатов у нас есть возможность сегодня обратить внимание снова на британца, который пока что не разочаровывает нас. Да, он не добрался до нашей с вами цели максимума на ближайшее время 1.34, но если мы посмотрим на текущие котировки и сравним с нашим этим уровнем сопротивления, до него остается чуть больше 50 пунктов. Для британца пройти это расстояние ничего не стоит в рамках крайне короткого промежутка времени. Тем более, сегодня я надеюсь, что удача будет на нашей стороне, и данные по экономическому росту в 12.30 они будут публикованы по московскому времени, то есть, по сути, через 3 часа. Те, кто спекулирует этим активом, друзья, вы должны попробовать найти время, чтобы в этот период оказаться у ваших терминалов, потому что фонд обязательно покажет интересную динамику. Было бы, конечно же, совсем классно, чтобы мы добрались до отметки 1.34, потому что я верю в то, что этот уровень падет, и не устаю аргументировать свою позицию, почему я лично испытываю такой оптимизм в отношении британца. Если, опять же, вас интересует сам факт того, на что мы делаем наибольшую ставку, вы должны опомнить, и наверняка понимаете, что речь идет о потенциале ужесточения монетарного режима, который, как тренд повышения ставок, будет более с острым углом, нежели чем нам отмечали представители британского регулятора в ходе последнего седания. Ставки будут повышать, уверен, более динамично, потому что экономика, макроэкономика, но не придумала больше, более действенного инструмента влияния на, собственно, низкие значения потребительской активности и на курсы национальной валюты, кроме как изменения ставок и коррекции, собственно, ключевых параметров денежно-корридной политики. Фунт в центре внимания, безусловно, самый первый отчет, как я уже отметил, в 12.30, как раз будет посвящен этому активу, но помимо еще британца, мы сегодня следим за канадским долларом. В 16.30 выйдут данные по уроничным продажам, тоже важный отчет, отчет важный в свете того, что мы продолжаем следить за активностью потребителей, и тут же проецируем это значение на то, что происходит с инфляцией, а инфляция у нас ответ на вопрос, будет ли Канада повышать дальше процентные ставки, и если да, то когда мы можем рассчитывать на очередной шаг по ужесточению политики. Замыкать сегодняшнюю торговую сессию будет пресса, конференция Джордана, которая уставляет Национальный банк Швейцарии, это в 19.30 по московскому времени. К сожалению, в последние дни мы видим, как франка крепчает, но происходит это только потому, что очень сильно слабеет доллар. Если вспомнить прежнюю ритонику Национального банка Швейцарии, мы помним, что дорогая валюта им явно не нужна, и каждый раз Джордан и представители Национального банка Швейцарии указывают на то, что именно из-за того, что они хотят ослаблять курсы национальной валюты, хотят работать с более низким обменным курсом, до сих пор сохраняются крайне низкие процентные ставки, и до сих пор Национальный банк Швейцарии не брезгует проводить валютные интервенции. Но коснемся, правда, немножко увлекся, возможно, по некоторым активам изначально. Давайте вернемся к нашей с вами траектории обычной анализа рынка, который мы проводим, и поговорим про то, что происходит у нас с нефтянкой, потому что этот актив тоже в центре внимания. На следующей неделе, четверг, 30 ноября, соответственно, день, когда нефтедбывающие страны, участники энергетического факта, это не только представители Ближнего Востока, соберутся в Вене, для того, чтобы снова обсудить эффективность текущего факта, соглашения, текущие редакции документа, обсудить возможности согласования новых мер, направленных на решение проблемы с избыточным предложением и более скорой реабилансировки всего глобального сектора, собственно, черного золота. И самое вероятное решение, о котором мы с вами говорили уже очень много, это решение по продлению, собственно, действия соглашения по снижению добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки в совокупности всеми участниками этого факта до конца 2018 года. Сейчас, в соответствии с редакцией текущего документа, это соглашение истекает в марте. Что касается вчерашней торговой сессии, мы продолжили, собственно, ралли, которая стала развиваться еще после публикации данных от Американского института нефти по запасам, например, потому что запасы просели по оценке этого ведомства на 6,1 миллиона, а трейдеры тут же решили подзаложиться в цену нефти с точки зрения роста, потому что, исходя из присутствующей степени корреляции, были такие же позитивные ожидания, что запасы могут снизиться и по официальной оценке. Собственно, на ожиданиях, а потом уже на самом отчете, мы действительно по нефти выросли, потому что запасы снизились на 1,9 миллиона. Соответственно, друзья, если обозначить другие факторы поддержки для котировок нефти, это, как я уже отметил, соглашение. Ну, не знаю, верите ли вы в то, что все-таки оно сможет простимулировать еще больше роста для оценки на черное золото. Я лично весьма скептически настроен в отношении какого-то еще более мощного и бурного ралли по нефти, потому что так же, как и все продавцы и медведи, вижу явную угрозу, которая на рынке присутствует. Это угроза для той самой ребалансировки рынка, это угроза для той самой попытки разрешить проблему с крайне избыточным предложением, это угроза для эффективности действий участников этого факта, которые направлены на стабилизацию ценовой конъюнтуры. И этой угрозой являются Соединенные Штаты Америки. И я вчера, честно говоря, друзья, после того, как традиционно вышел отчет по запасам, у нас еще в этот же день, а в среду обычно выходят данные и по недельному объему добычи нефти США. Так вот, когда я увидел цифры, которые вышли, я был абсолютно уверен, что нефтянку очень быстро развернут. Потому что прошлой неделе, в очередной раз, не стало исключением, количество нефти лишь добывают больше в Штатах. В этот раз рост на 13 тысяч, и мы уже говорим про совокупное производство в 9,6 миллиона. И не забывайте про декабрьские прогнозы добычи. Говорят про 80 тысяч, я думаю, что там будет вся сотка. Соответственно, речь уже будет идти о том, что производство может увеличиться даже чуть ли не до 9,8 миллионов баррелей. Это очень много, друзья. И поскольку все-таки день благодарения, США сегодня немного поехал график публикации других релизов. Мы обычно с вами разбираем. Статистику от нефтесервисной компании Baker Hughes по количеству терминалов в пятницу. Но поскольку Штат уже на затяжных выходных, скажем так, этот релиз вышел ранее, то есть следом за вчерашней статистикой администрации энергетической информации. И снова здесь позитив для нас, для продавцов, потому что количество терминалов выросло за прошлую неделю на 9 единиц, до 747. Думаю, что очень быстро мы так пробьем банку. 750, я даже не знаю и не понимаю, почему позапрошлая неделя стала исключением в этой тенденции роста, потому что текущие цены на нефть явно способствуют активизации тех производителей, которые еще не вернулись в этот большой нефтяной бизнес. То есть если мы делаем ставку на угрозу США и видим то, что эта угроза не просто так допускается в качестве таковой теми трейдерами, которые почему-то убеждены больше, чем покупатели, в том, что актив будет падать. Но у нас же есть статистика, друзья. Эта статистика указывает на то, что действительно Штаты, с ними нужно считаться. Их нужно принимать, иметь в виду. Этот фундамент нужно уважать. И я думаю, что этот фундамент куда более значим и крепче для всего сектора нефтянки, чем какие-либо ожидания положительные о том, что АПЕК сможет что-то сделать с текущей ситуацией по способу предложения. Поэтому жду сохранения, точнее возобновления динамики в нисходящем ключе. Жду отката, жду нефтянку Brent в районе 60 долларов за баррель. До конца этой недели две торговые сессии, друзья. Все может быть, кто знает, может быть, удастся нам и затащить этот актив даже ниже 60 в спецсиве ближайших торговых сессий. Рубль 58,48, ну небольшой откат установительный по нефти тут же позволил и рублю немного приободриться. Это привело к укреплению курса национальной валюты. При этом рублю также помог еще и слабый доллар. И вот, чтобы продолжить, собственно, разбор полетов на слабости американской валюты, давайте плавно перекочу и на доллар и японскую иену, тем более, что здесь нам тоже есть о чем поговорить. Фактически вся вчерашняя торговая сессия, она была просвещена тематике фундамента новостей по штатам. Почему доллар ослаб? Я могу связать слабость американца с противоречивостью экономических данных, поскольку у нас на повестке было три важных релиза. Это заявки на пособие по безработице, но я здесь уже в традиционной, скажем так, конвей. Этот отчет не сравниваю ни с чем, потому что этот отчет исключительно хороший всегда. Если держимся ниже 300 тысяч, значит это подтверждение прогресса. И судя по тому, что этот уровень как сопротивления для данного релиза держится уже больше двух, почти с половиной лет, мы видим, как постоянно снижается уровень безработицы. Заявки на пособие по безработице 239 тысяч, с прошлого пересмотренного отчета в 252 тысячи. Ну то есть, видите, хороший релиз. Что касается негатива статистического, кто-то нашел его в данных по заказам товара длительного пользования. Здесь, друзья, действительно у нас снижение на 1,2 процента, с прошлого роста на 2 процента. Если уж совсем хочется быть крайне точным в оценке данного релиза, его нужно рассматривать немного в облегченном формате. То есть, заказан товар длительного пользования без учета транспортных расходов. И если мы уже посмотрим на эту цифру, там прирост целых 0,4 процента. В основном снижение произошло за счет резкого падения заказов на гражданские суда, больше чем на 20 процентов. Однако, если мы попробуем найти тот же статистический компенсатор, это спрос на автомобили после ураганов вермы и харды. Конечно же, какая-то инфраструктура была выведена из строя, и ее поспешили заменить. Это в целом, уверен, создаст хорошие условия предпосылки для того, чтобы мы работали с более хорошей статистикой в будущем. И все равно, друзья, даже если признать тот факт, что отчет вышел слабым, один релиз не меняет картины позитивной, которая сложилась в американской экономике. И самым главным доказательством того, что макроэкономическая картина складывается как нельзя лучше сейчас, это состояние рынка труда и это темпы экономического роста, которые, как вы помните, остаются на максимум за последние несколько лет. И Мичиганский индекс оценки потребительской уверенности 98,5. Это рост 97,8, тоже лучше, чем мы наблюдали в прошлые месяцы, тоже позитивный знак. Но почему доллар все-таки не вырос? Видимо, трейдеры ставили очень много на протоколы и уж не знаю, чего не хотели услышать от протокола. То, что мы повышаем ставку в декабре, мы повышаем ставку в январе и так далее. Но только это, наверное, могло бы простимулировать интересы к американцу. Но мы понимаем то, что таких комментариев в принципе априори не могло бы прозвучать. При этом, разбирая опять же протоколы, хочу отметить, что лишь убедились в присутствии альтернативности мнений. ФРС, лагерь, он всегда дробился на два подлагерь. Это те, кто считает, что ставку нужно повышать, потому что отсутствие решения сейчас, это риск создания рецессии, риск для перегрева американской экономики. А другие, наоборот, считают то, что ставку нужно придержать по росту, потому что это тоже якобы приведет к негативным последствиям, потому что если поторопиться с этим решением сейчас, по грозам может оказаться показатель инфляции. В целом, я хочу также отметить, друзья, то, что в этот раз по протоколам, да и еще, если сравнивая с последней конференцией Джанет Йелленс, мы очень много говорили про инфляцию. При этом, буквально два заседания назад нам ФРС также дал понять, что индексы потребительских цен, то есть показатели инфляции, не являются одной единственной целью для американского регулятора и единственным основанием, на чем базируются решения по росту ставок. То есть, я помню комментарий Джанет Йеллен о том, что даже в случае недостаточных темпов роста индекса потребительских цен, ставки все равно будут повышаться, потому что рост процентных ставок, он опирается еще на состояние всей экономики. Экономика, как я уже отметил, находится сейчас, чувствуя себя очень неплохо, и последние отчеты явно тому доказательства. Кто-то вспомнил и обратил внимание на комментарий Йеллен о том, что она не уверена в том, что индекс потребительских цен удастся затащить до цели в те сроки, которые были обозначены ранее. Но я считаю то, что это простая игра слов. Я уверен то, что последствия, опять же, риторика может быть очень быстро заменена на основу прежней комментарии о том, что индекс потребительских цен восстанавливается, двигается к тому обозначенному ориентиру 2%, которого ФРС поддерживается в течение длительного периода времени. В целом, какой вывод сейчас можно сделать уже по факту прошедших протоколов? Вывод простой, друзья. Если брать косочные ориентиры, то протоколы еще раз доказали нам то, что в декабре ставку получит. И в этом сомневаться не нужно, можно уже закладываться даже под это событие. Но может быть негатив можно было найти в том, что раз были обозначены риски более слабых инфляционных ожиданий и был сделан акцент на слабую инфляцию, это может сказаться на долгосрочных перспективах ужесточения монетарной политики и на темпах повышения ставок в 2018 году. Но до 2018 года еще дожить надо, друзья. Нам нужно миновать декабрь, а в декабре у нас в предстоящем месяц есть ожидания по ставкам. Поэтому я, даже несмотря на текущую слабость доллара, пока не списываю эту пару с доллара и японской янодской счетов и даю именно до заседания американцу один из последних шансов. Скажем так, не буду тоже критичен в формировках, может быть что-то изменится по налоговой реформе в будущем, но пока что, если и в декабре после решения поставки американская валюта, ну не сможет доказать трейдерам, которые ставят на то, что она будет расти, у наличия стержня, скажем, в себе то, что действительно характер эта валюта может показывать, но может быть возникнут даже условия, чтобы усомниться в перспективах роста. Но это, опять же, друзья, только лишь комментарий, только лишь альтернативный сценарий того, что будет дальше. Сначала давайте ждать декабря повышения последней ставки, и я лично буду пока что в длинных позициях. Евро против доллара. Здесь новостной фон не изменился, поэтому не будем особо останавливаться. Причина роста европейского валюта – слабый доллар. Но кто-то считает то, что евро активно стали покупать после того, как Reuters процитировала, опять же, со ссылкой на источники в Европейском центральном банке сообщение о том, что первое повышение процентной ставки будет осуществлено в 2019 году. Но не знаю, насколько столь растянутые и размытые перспективы могут в моменте приводить к определенной динамике, в данном случае восстановительной. Но, может быть, если кто-то покупал евро и считает, что легко может объяснить себе фундаментально, можете использовать этот отсчет. Хотя я уверен, что ничего общего к тому, что происходило реально с вопросом евро, он не имеет. Евро вырос только по одной причине – это слабый доллар. И динамика прочих валютных пар, которые все оппоненты доллара, по сути, выросли. И только он просил это доказать. То, что триггером была именно американская валюта. Фунт, в частности, вырос тоже, несмотря даже на прогноз Минфина, прогноз о темпах экономического роста, которые были пересмотрены с 2% на этот год до 1,5%. Вы помните, что буквально полгода назад, друзья, я вам говорил, что именно на этой планке в лучшем случае удастся закрыть год Британии. Судя по всему, наш с вами расчет оказался верен. На 2018 год прогноз снижен с 1,6% до 1,4%, на 2019 с 1,7% до 1,3%. Очень серьезный спад. И, по идее, эту статистику можно было бы отыграть через снижение фунта. Мы в моменте видели то, что фунт резко просел, но потом ситуацию выправил слабый доллар. И я все-таки еще не оставляю надежды делать ссылку на такую причинно-следственную связь, то, что любой слабый отчет, любой прогноз по экономическому росту, это еще один призыв британскому регулятору задуматься о том, почему экономика не растет, почему экономика страдает от крайне низких показателей потребительской активности. Ну и вы понимаете, к чему я клоню. Низкие значения активности потребителей обязательно напрямую соотносятся с показателем инфляции и курсом национальной валюты. А как влиять на курс, я вам уже сказал. Нужно повышать процентные ставки и нужно убежать на рынок в том, что эти решения будут озвучены вновь и вновь. Австралийц против доллара вырос тоже на слабом американце, но не забывайте, почему мы, австралийцы, с вами продолжаем долгосрочно продавать. Особенно, кстати, последних заявлений Резервного банка Австралии, который помимо всем известных рисков низкой зарплаты, высокая закрепленность обозначил еще крайне низкие значения производительности труда для экономики. Ну и снова повторил, почему политика будет мягкой на протяжении минимум первого полугодия 2018 года, хотя я думаю, что первое решение по росту ставок мы с вами получим только в 2019 году, если вообще получим. Ну и американский фондовый рынок в целом, я думаю, что мы уже много о нем также говорили. Любая перепись исторического максимума – это тревожный сигнал для тех трейдеров, которые все-таки сохраняют длинные позиции и верят в то, что американский фондовый рынок продолжит двигаться исключительно по этой траектории. Я призываю вас, друзья, я не говорю, что нужно активно продавать американский фондовый рынок. Очень трудно идти, очень трудно торговать против столь мощного тренда, как сложился в рамках американской фондовой секции. Но меньше, что вы можете сделать, друзья, это максимально обезопасивать ваши позиции короткими стопами, потому что американская фондовая секция находится в самой настоящей точке кипения. И разворот он может произойти в любой момент, тем более, что сезон квартальных отчетов уже позади, последние аккорды еще дают о себе знать, может быть, и поддерживают рынок. Сейчас трейдерам придется сфокусироваться на перспективах налоговой реформы, к которым, как вы знаете, много вопросов. И если появится сообщение о том, что с ней снова придется повременить, это должно спровоцировать распродажи. И нужно, чтобы из этого рынка вы вышли с хорошим профитом от прежних длинных позиций, ну и с минимальными потерями, соответственно, если вы начали покупать американскую фонду на пике несколько дней или недель назад. Те, кто хочет рискнуть, вам здесь техника помощи, используйте уровни. Я лично вчера рекомендовал, опять же, по письменным торговым идеям, которые мы размещаем на нашем канале, на портале и на сайте Амаркетса, продать S&P с отметкой 2600. Сейчас мы торгуемся ниже. Хотелось бы увидеть и возвращение этого индекса в район 2500 пунктов, но допускаю то, что рост может продолжиться. Хотя все-таки уже давно настраивались на то, что нужно стараться найти подходящие точки для продаж, чтобы поймать серьезное коррекционное ралли. Друзья, по отчетам мы с вами уже поговорили, ждем 12.30, это данные по темам экономического роста в Англии. Ждем, что этот релиз поддержит фунт и позволит нам добраться к нашей с вами цели 1.34. Хороших вам торгов, удачной сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.